Друзья мои, приветствую всех, как обычно, в этот день и в этот час. С нами Михаил Шейтельман и наши фейки, смешные истории за прошлую неделю, которая, как правило, связана с политикой, иногда не только с ней. Ну вот начнем с того, что... Миша, здравствуйте. Здравствуйте. Я, как вся торопышка, знаете, забегаю наперед. Вам было интересно следить за политикой на прошлой неделе? Мне все время... Мне с трех лет интересно следить за политикой, поэтому менее интересно не стало. Ну вот начну с отставки Джонсона, но даже, собственно говоря, не с отставки, потому что она уже обсосана со всех сторон, но там были очень смешные всякие истории, комментарии от русских. И мне страшно понравился, конечно, Володя на комментарии. Он заявил, я не знаю почему-то, кто ему придумал вот эту всю фигню, но он написал у себя в Твиттере о том, что Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов. Белгорода, Курска и подданные Британии должны это знать. Ну это бред, конечно, сивой кобылы, но... А ведь кто даже верит этому? Черт побери, что Борис Джонсон именно. Я считаю, что из милости, как милость к падшим, призывая, призову искать рациональное зерно в словах Володина в данном случае. В его словах трудно когда-либо найти что-нибудь рациональное, ну просто трудно когда-либо, хоть когда-нибудь, да? А здесь впервые можно, понимаете, впервые, хоть что-то, чуть-чуть. А именно, ну вот то, что мы, ну вернее кто-то, кто-то, как-то, почему-то обстреливает Белгород и Курск, ну в этом есть заслуга Джонсона. Он вселил в нас уверенность, давайте честно, Джонсон сделал свое дело. Он может уходить, потому что он уже сделал свое дело. Джонсон сделал для Украины небывалый, он вселил в нас уверенность в наших же собственных силах, своими двумя визитами. Ну первым визитом, когда приехал человек, ну кто вообще такое мог ожидать? Да если б я знал, я на пять минут с ним разминулся на том Крещатике, но если б я мог представиться, что там будет Джонсон реально, вот на пять минут раньше я прошел, потом мне сказали, так вот он же там тоже гуляет буквально здесь. Вот, поэтому в этом смысле Володин чуть-чуть, чуть-чуть, ну прав. Это немирные города, это немирные, которые обстреливаются, стрельба идет там по военным объектам и так далее. Но есть ли в этом заслуга Джонсона? Есть. И кстати, если говорить о Джонсоне, его отставке и высказываниях, вот уж кто действительно на этой неделе отличился, это господин Дерипаско, человек, который до этого трижды делал очень, во время войны, делал очень серьезные заявления, такие ответственные, важные, взвешенные, антивоенные, антивоенные. Человек говорил, что вот война это плохо, потому что экономика наша не выдержит, мы не сможем санкции, вот это неправильно. Где план? Грустное лицо. Да, покажите, где план? Где, вот в самом начале войны, а где план? Вот вы говорите, санкции нам не страшны, а где экономический план, где мер? То есть все было такое. И вдруг, ни с того ни с сего, уходит в отставку Джонсон, и мы читаем, я уж не помню этот твит или что это было, от Дерипаски, «Бесславный конец бесславного клоуна Джонсона». Вот тут я понял, что товарища Дерипаску прихватили за то самое место, которое у него до сих пор было, по крайней мере было. Миш, он определился, он определился с кем он, с кем он мастера культуры, он определился с кем он. Нет, я думаю, что вот ему прям взяли, прихватили, зажали в тисочки и крутят. Потому что за вот то, что он сделал в Московском университете, рассказав о том, что еще не созрели условия для свержения строя какого-то, оказывается, какой-то строй, режима, режима, я думаю, что после этого вызвали на ковер товарища Дерипаску. Если раньше ему говорили, ручечку отдайте, когда он пытался ручечку, значит, украсть путинскую вокруг, там была такая история, не Токсова, а как оно, в Тосно это все называлось, Тостинский какой-то комбинат, вот. То здесь, я боюсь, уже ручечкой делая, ручечкой он не отделался, как говорит Путин в данных ситуациях, вот. Поэтому мы видим, что он вынужден был, мягко говоря, определиться. Это не его риторика, понимаете, что смешно, да, что Дерипаска делал в своей жизни достаточно много заявлений, но это все время был взвешенный, серьезный человек, никогда не был клоуном. А когда человек заговорил про клоунов, он сам становится клоуном, естественно. Михаил, то ли еще будет, смотрите, когда депутату Горинову на прошлой неделе дали 7,5 лет муниципальному депутату московскому, то, знаете, кстати, Невзор очень смешно пошутил на эту тему, он сказал, интересно другое, получит ли судья, вынесшая приговор Горинову, право вымыть и унести из квартиры осужденного унитаз. Вот, то есть он сравнился с этими мародерами, которые в Украине, да. Но суть не в этом. Меня больше привлекла какая-то горестная, так сказать, ремарка Ксении Собчак, которая написала, вот, обратите внимание, конечно, эти предатели, негодяи, которые сбежали, они могут говорить и обвинять тех, кто остался, вот этих смелых наших людей, которые остались, но нам, которые живут в России, не так уж просто сопротивляться. И депутат Горинов тому пример. Ну вот, как вы относитесь к этому, так сказать, к этому слову, который у них в песне зовется? Не знаю, чему сопротивляется Ксения Собчак в данном случае, потому что я просто не знаю, чему она сопротивляется. Низким гонораром, я думаю. Вот да, сопротивляется Соблазну взять там денег за что-то. Я, кстати, вот даже не уверен, что она сейчас работает там за деньги на администрацию. Не обязательно совершенно так выглядит, да. Но в любом случае она работает на нее. В любом случае работает на нее. Что было не всегда, не во все времена. Она действительно, по-моему, искренне была совершенно на протестах Болотной площади, искренне выступала против Жен-Путина. Были такие моменты в ее жизни. Ну, у каждого же бывает, да, что кто-то не ту сторону займет, или наоборот ту на какое-то короткое время. Вот, а сейчас, я думаю, она по-настоящему испугалась за себя. Она сейчас испугалась за себя. Ведь это же сказал депутат. Он все вот эти слова, за которые его там сейчас сажают, он сказал на заседании этой, как это называется у них, не знаю, этого органа власти. То есть, ему разрешили быть этим депутатом. Ну, в России нет такого человека, которому не разрешили быть депутатом, а он депутат. Такого человека нет. Его пустили на это заседание. Он там это говорил в рамках своих полномочий. Да может ему вообще поручили это сказать? Такое же, знаете, тоже бывает. Что может ему поручили такое сказать? Что вот, ну, а ты скажи вот такую позицию. А потом это кому-то не понравилось. Я думаю, она в огромной растерянности. Она же пытается все время изображать хотя бы из себя либерала. А вот как ей теперь изображать? Вот она изобразит, потому что ей поручили даже. А кто-нибудь с другой в администрации скажет, а что это она либералка? Давайте-ка ее тоже. А вы помните, у Чехова был такой прелестный рассказ. По-моему, у Чехова все-таки, если ничего не путаю, душечка назывался. Там героиня этого рассказа, она когда была замужем за аптекарем, она прекрасно разбиралась в фармакологии, в лекарствах. Когда она была замужем за сапожником, она отлично, так сказать, с жаром спорила насчет того, как правильно шить сапоги, ну и так далее. Вот мне Ксения Анатольевна напоминает эту душечку, потому что когда она встречалась с Яшиным, она выступала на Болотной площади и была очень даже против администрации. Потом, когда она вышла замуж за Витарагана, она пела песни у костра и любила охотный образ жизни. Теперь она замужем за гламурным режиссером, который многоумничает, но совершенно не понимает, что где-то рядом идет война. И она тоже вместе с ним это не понимает. Ну, такая очень женская позиция, но в женской позиции не могу обвинить Светлану Медведеву. Вот уж видно, какая женщина, так сказать, и коня на скаку остановит, и в горячую избу войдет. Вот эти сплетни о том, что она уже давно не живет с Медведевым, мне кажется, справедливы. Но как только СМИ начали об этом писать, они тут же на этой неделе какой-то совершенно дикий колхозный видос выпустили. Вы смотрели это? Поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью, с этим праздником. Спасибо, и тебя поздравляю. Да, 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 это, конечно, шедевр очередной кино с Медведевым. Наверное, он превзошел самого себя, называется. Ведь до этого у него был Оскар за рекламу настольного тенниса, знаете, у Медведева. Он в 2011 году выпустил рекламный ролик, был президентом, действующим президентом Российской Федерации. И записал рекламный ролик того, что надо играть в настольный теннис. И этот рекламный ролик использовали как превью для курсов, для школьников настольного тенниса. Вот масштаб такой же личности примерно, да. Ну, вот, знаете, говорят, что у него там в кулуарах политический кличка «Жалкий» такой никнейм. Ну, мне кажется, если, я не знаю, правда ли это, но если это правда, то, по-моему, очень удачно. Знаете, эту кличку, конечно, ему, по-моему, приклеил Навальный, если я не ошибаюсь, еще в те времена, когда он был президентом. Мне тогда понравилось в то же самое время, или чуть позже, когда была Олимпиада, кто уж там был президентом, то я не вспомню. Ну, их Олимпиада в Сочи. Дело в том, что Медведеву тогда придумали такое слово «медвединг». Медвединг – это такое занятие, как спать на особо важных мероприятиях. Ну, так, что Медведев был знаменит тем, что он спал на открытии Олимпиады, спал на заседании Госсовета, спал на инаугурации Путина, то есть он проспал все. Вот, а сегодня, конечно, смысл слова «медвединг» тот уже ушел, потому что Медведев уже не спит. Но, по-моему, вот то, что сегодня Медведев, вот жанр, в котором выступает Медведев, это настоящий медвединг, новый, такой новый медвединг просто. Вот его ежедневное, вы знаете, это ежедневное наслаждение читать его хиты. Ведь он сегодня что-то написал, мне уже даже просто в голову не могу, к сожалению, вспомнить, потому что у него каждый раз столько эпитетов, столько каких-то замысловатых выражений. Он где-то же их откапывает, то есть это же какой-то настоящий творчество, полет мысли, свобода творчества. Это сегодняшний медвединг. То есть не просто плевать в сторону запада надо, а вот с какими-то такими словечками, какими-то яркими эпитетами. Это неповторимо совершенно, поэтому меня не удивляет, что от него жена ушла. Я представляю, как он просыпается и начинает, ну что наша жалкая семеюшка способна ли сегодня сварганить нам пропитание? Это способно лишить любви любую женщину, по-моему, вообще. Ну, с самого вид. Слушайте, еще одна динная женщина, и больше не будем говорить о российских женщинах сегодня, это Мария Захарова. Ну, все эти ее ролики сейчас покажем, да, ну вот с клубникой, со всей этой, ну, как-то неловко смотреть. И, честно говоря, ну, знаете, если бы мне сказали, вот покажи образец пошлости, или там объясни ребенку, что такое пошлость, я бы вам показала вот эту вот Захарову, она обыскалась в очередной раз, как и Медведев, да, относительно санкций против Гундяева. Она сказала, санкции против Патриарха, сейчас покажем ее твиттер, а тогда могли обвести только сатанисты. Ну, сатанисты это Британия, насколько я понимаю, да, ну вот, их второе имя сатанисты, так сказать, но тоже, наверное, выпивают женщины. А женский алкоголизм это страшно, кстати говоря, гораздо, протекает гораздо злокачественнее, чем мужской. Тут же еще есть такая тонкость, что в России, насколько мне известно, религия отделена от государства по конституции, поэтому, собственно говоря, сатанисты и русско-православная церковь должны иметь равные статусы, в общем-то, по закону, понимаете? Поэтому, что значит, сатанисты ввели санкции против Гундяева, знаете? А если введут санкции против российских сатанистов? Ведь Захарова, как представитель МИД, должна вступиться за сатанистов точно так же, потому что, ну, все религии равны, если они не признаны тоталитарными сектами, а сатанисты, насколько я знаю, в России таковыми не признаны. Вот, кстати, хорошая тема, знаете, надо попросить какой-нибудь малозначительный МИД, но дружественный нам, ну, не знаю, Лихтенштейн, ввести санкции против церкви летающего макаронного монстра, которая зарегистрирована по законодательству Российской Федерации, как известно. И вот тогда посмотрим, а вступится ли Захарова за церковь летающего макаронного монстра. Россия продолжает веселить вот этими безумными, совершенно фейками, про биологическое оружие, которое против меня применяют. На этот раз какие-то клещи, вот, которые, конечно, американские ученые изучали, изучали в Украине. Вот, там, напомним, что ранее было. Ранее Россия запустила фейк биооружия США в Украине, которое разносят птицы. И, кстати, это мой любимый фейк. В исполнении господина Михалкова это просто чудесно. Давайте вот сейчас зрители наши посмотрят. Птицы, которых этим заражали, рассчитывалась их траектория перелета через Россию. Согласитесь, знаете, я всегда говорю, есть же такая пословица, Миш, талант не пропьешь. Пропьешь. Вот Михалков пример. Причем имеется в виду не алкоголь. А вот когда ты начинаешь заниматься в жизни не искусством, а там жополизанием власти, когда ты начинаешь думать только о том, что, как бы, там, с норовести оббежать вокруг императора, то, конечно же, талант тебя оставляет, естественно. Знаете, это действительно обидно, потому что, когда такие же вещи происходят, там, ну, с тем же, не знаю, Володиным, ну, ничего там удивительного. Или Коношенков, например, говорил точно такие же слова, как Михалков. Просто дословно эти же слова. Ну, у Коношенкова же и прозвище, там, в сетях, по-моему, какая-то тупая морда или как-то так. И, ну, нам же не обидно из-за того, что он таким не стал, он таким родился, да. Конечно, когда ты ждешь от талантливого человека, когда ты вырос на его фильмах, и потом ты ждешь что-то разумного, а что он скажет тебе, даже бывает интересно. Сейчас уже неинтересно, но когда-то же было интересно, что он скажет, как он выскажется. А сейчас вот такая грусть, тоска от этого всего, от этих летающих, ну, как они, про этих летающих мышей, там, и всю вот эту ерунду они рассказывают. И они, похоже, я не знаю, то ли они в это верят, то ли их действительно покусали, потому что у них ведь сегодня в первый случай в России оспы этих макак, амбезиане оспы, я думаю, что уже кого-то там, они сейчас тоже обвинят Украину, потому что знаменитые боевые украинские макаки, конечно, я думаю, поразили, вот, в самое сердце. И вот знаете, как удивительно, вот, есть же Масяня, да, Олег Куваев, человек, который надолго выпадал из искусства вообще. Ну, да вообще, если вспомнить его начало, начало его как художника-мультипликатора, ну, это не забыл назвать там каким-то искусством, понимаете, это можно было назвать, он хороший мультфильм сделал, да, человек. Потом этот мультфильм становился все лучше. Потом он стал культовым. Потом Куваев, я помню, выпал из этой жизни, когда он уехал в Израиль, и даже было, кто-то шерил в Фейсбуке, объявлением, ну, как его пост, что я ищу работу. Ну, может, у кого-то есть для меня работу, я приехал в Израиль. Просто человек искал работу, реально, просто было не на что жить. И все там подписали комменты, что какой ужас, до чего дожили, что вот сам Куваев, он просто ищет работу, не может найти. И вот проходит столько лет уже, сколько там, 20 лет этой Масяни, я не знаю. И человек создает произведение искусства. Вот последняя серия Масяни, не помню, номер 162, я помню, или что-то такое, это произведение искусства. Это уже не просто мультсериал, нет, нет, нет. Это герника, понимаете, это прям герника по масштабу, вот совершенно. Ну да, сейчас другой жанр, да, сейчас у нас мультимедиа, мультфильмы, все что угодно. Это манифест, я бы сказала даже, это манифест. Да, и понимаете, это герника, вот то, что он сделал. И вот прямо два разных примера. Как человек, который от искусства, ушедший во что-то там, в служение, там, не знаю, государю, деградирует. И как человек, наоборот, который, которого могли ведь купить тысячу раз. Понимаете, его могли купить тысячу раз. Ему предлагали деньги люди много раз. Причем, я даже про это знаю, да, на смысле, вот, в силу своей работы. Предлагали просто, ну, как, не в смысле там продайся, не выступай по телевизору. Нет, ну, чтобы Масяня что-то исполняла, так сказать, в политике. Он же от всего отказался вообще. Вот результат. Когда ты вроде как отказываешься, и вдруг ты становишься настоящим творцом со временем, да. Вот как хочется жить. Ну, как только и можно быть творцом, как мне кажется. Заметьте, он стал творцом. Понимаете, в чем дело? Он не родился этим творцом. Бывает, там, Михалков, ну, ему там где-то, его, правда, многие, конечно, не считают там каким-то великим. Ну, для меня там великий, потому что я других не видел. Если я же не сидел целый день, Антониони не смотрел, а смотрел по телевизору Михалкова сначала. И для меня, конечно, вот, для советского мальчика он был абсолютно великим человеком. Причем рожденным таким, потому что, ну, как, с первой роли, там, я шагаю по Москве, да, и со всех своих фильмов. С самой, в общем-то, юности. Ну, давайте кусочек. Сейчас тогда покажем прям самый-самый финал, там вот просто, ее нужно смотреть до конца, и там в финале самый вот это вот, ну, вот, как я говорю, политический манифест все-таки, да. Вот, но сделаем небольшой такой, там, я не знаю, спойлер, что Китай нападает на Россию, да, об этом последняя серия, и что происходит дальше. Мы не будем рассказывать, посмотрите обязательно. Это война, страшный позор России и проклятие. Это проклятие будет висеть над Россией теперь еще долго, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. И это не китайцы. Ну, еще один мой любимый фейкомет, это, конечно, господин Рогозин. Вот уж такое, знаете, яркое чучело. Бывает чучело тусклое, как медведи, а бывает яркое чучело. Это Рогозин. Вот. Он решил сделать заявление по поводу Литвы. Он сказал, что Вильнюс и Евросоюз нарушили свою часть крупного соглашения с Москвой, и поэтому теперь Россия имеет право пересмотреть границы Литвы. Да ну, я считаю, что Рогозин немножко, вот, знаете, мельчает. Должен был сказать, что Россия имеет право пересмотреть границы Вселенной. Я считаю, что это было бы правильнее. Ну, а чего не пересмотреть, там, Россия и границы Вселенной, и, может быть, это же не только нашей, а и других Вселенных. Я считаю, что это было правильно. Поэтому вот все эти заявления, пересмотрим границы, будем решать проблемы любым способом. Ну, это чисто такое, знаете, вот я, нечто подобное можно услышать возле какого-нибудь сельского магазина, когда люди уже так хорошо врезают, и тогда их несет. Здесь есть несколько таких интересных пунктов. Во-первых, непонятно, границы Литвы с кем он должен пересмотреть. Ну, Россия должна пересмотреть. Дело в том, что Литва же с континентальной частью России не гранична. Поэтому гранична она только с Калининградской областью. И, видимо, это такие границы Литвы с Литвы. Ну, может, Литвы с Литвы с Латвией он собирается пересматривать, но как бы Латвия может оказаться против такого пересмотра, поскольку она не имеет претензий к литовцам. Это тоже такая интересная вещь. Насчет того, что Литва нарушила какие-то там соглашения по отношению к Российской Федерации, вы знаете, мне так кажется, что начиная с 24 февраля больше не существует де-факто соглашений с Россией, которые кто-либо должен выполнять. Вот просто не существует. Ведь когда вводятся санкции, например, ну, это нарушает все соглашения. Это правда. Это нарушает любые соглашения. Ну, потому что было соглашение, что, не знаю, что у России есть Центробанк, у него есть доллары. Это соглашение или нет? А теперь нет у вас долларов, ребята. Нету. Все, до свидания, мы вас все забираем. Вот, и ограничиваем. Потому что как только вы нарушаете международные права настолько кардинально, вы лишаетесь, да, лишаетесь своих прав. Ваши договоры больше действительно, ребята, извините. Вот, хотя я понимаю, конечно, что если говорить так чисто политически, политически, политтехнологически, что, скорее всего, во всей этой истории произошла же нелепая случайность, которой воспользовалась ловко Литва в хорошем для нас смысле. Случайность в том, что Евросоюз не собирался запрещать транзит из континентальной России в Калининградскую область. Но когда они писали список санкций, они не подумали, что у России есть вот эта Калининградская область отдельная. И когда они писали слово там транзит груза в челюсть, они не имели в виду, что между частями России. Они имели в виду из России куда-то там, условно говоря, в Африку, куда нельзя возить что-то через Евросоюз. А то не подразумевали. А Литва, она, как мы понимаем, страна, мягко говоря, антироссийская. И я думаю, что до начала войны это была самая антироссийская страна в мире. А теперь она занимает, я думаю, почетное второе место после нас. Вот, антироссийская, настроенная. Да еще министр иностранных дел Габриэль Лансбергес, внук Виталтоса Лансбергеса, человека, который получил независимость от Советского Союза для Литвы, которого пытались советские раздавить танками, в 90-м году. Конечно, они очень не любят, мягко говоря, россиян. Они воспользовались этими пунктами и сказали, ну вот все, а мы дословно, добуквенно будем выполнять. А когда Россия стала давить, что они сделали позавчера? Они сказали, а теперь мы еще и вот так будем, и так, и так, потому что новые санкции. То есть с особым цинизмом. Я считаю, что мы должны очень благодарить, конечно, литовцев за всю эту их смелость, потому что это настоящая смелость. Да, да, безусловно. Когда мы видим, мы видим, как дрогнули, например, немцы под гнетом обстоятельств и кризиса энергетического, а наши друзья из Литвы, они просто, ну, кремень. Еще очередное заявление же сделал еще Кадыров Михаил, но он сказал о том, что у него есть только одна просьба, одна просьба, разрешить ему дойти до Киева и поквитаться скромными врагами. Вот. Вот только разрешение просят. А все остальное они сделают сами. Знаете, мне это напоминает, я, когда была там школьницей каких-то старших классов, у меня была подружка, у него был очень старенький дедушка. Ну, он же такой был, плохо ходил, плохо видел, но он все время говорил про своего зятя, которого он недолюбливал, подведите его ко мне, я его сейчас жахну, говорил, дедушка, и все хохотали. И когда я его увижу, я крикну, ахватила, и он обосрется и убежит. Понимаете, Кадырову нужно такое разрешение, чтобы победить Киев. Все. Вот ему разрешат, и он победит. Тут надо, я думаю, внимательно, дословно, обратить внимание на слова, которые сказаны, и быть таким же крючкотворным, как Литва в плане законодательства, да, вот так же крючкотворно отнестись к законам, к которым отсылает господин Кадыров в своем заявлении. Он говорит, кровные враги, правильно, кровные? А раз враги кровные, значит, они убили его родственников, правильно? Родных каких-то, иначе какие? Кого-то из его семьи? Иначе какие кровные? То есть получается, что на войне в Украине уже погибли какие-то члены семьи Кадырова? Ну, так получается, правильно? То есть получается, что вот кадыровские войска как-то сильно, сильно пострадали на самом деле. Но он-то говорит, что все у нас хорошо. Да, если буквально отнестись, конечно. Потому что откуда иначе кровники у него в Киеве? Потому что про Киев он до этого говорил, весь гинк собирался танцевать, там все это самое, да. А здесь появились кровники, это что-то такое. Ну, потому что мы-то можем как бы придираться, не придираться, играть словами, но его же слышат в его республике. И когда он говорит слово «кровные враги», то в его республике это воспринимают дословно, и они, значит, знают, о чем идет речь. Поэтому я думаю, что здесь это какую-то должно дать нам информацию о том, что как-то очень сильно задеты кадыровские войска, скажем так, ну, их составляющая в рамках российской агрессии, да. Миш, ну, мы в финале обещали нашим зрителям, что мы будем рассказывать там какие-то анекдоты исторические, или байки исторические, или еще что-то политические, какие-то истории, которые, в общем-то, так сказать, каким-то образом коррелируются с событиями этой недели. Вы начинаете, ваше учение. Я расскажу, только не историческое, потому что так мы договаривались, разговаривались мы про политическое, и вот на этой неделе произошло уникальное, я считаю, одесситы выступили прямо в одесском молодцы духе, собрано 25 тысяч подписей под петицией, сегодня, по крайней мере, про это прошла новость, что в Одессе, ну, в рамках вот этого смены всех символов страны-оккупанта на более современные, такие наши символы, предлагается 25 тысяч подписей собранных за то, чтобы снести памятник Екатерине Второй, но на его месте предлагается ведь не что-то, а поставить памятник Билли Херрингтону, а Билли Херрингтон, это непростой человек, это знаменитый актер, он снимался в таких фильмах, ну, вы, наверное, знаете такие фильмы, как «Король раздевалки», «Девять километров», «Хвост в лесиной норе», он снимался в этом фильме, он, между прочим, получил все, ну, вот реально все международные призы в 2002 году за фильм «Покоренный», он там получил и приз за лучшую мужскую роль, и приз за лучшую групповую сцену, поскольку актер этот, знаменитый актер гей-порно Билли Херрингтон, ну и одесситы объяснили, почему они решили именно актеру гей-порно недавно погибшему поставить памятник, потому что мы самый толерантный город, хотят сказать о ней, вот, и потому что мы город с юмором, вот на этом я и хотел. Ну, хорошо, а я тогда все-таки, у меня будет историческая байка, потому что ее, может быть, кое-кто из вас знает, но все-таки, я думаю, что часть зрителей и большая часть не знает. Это знаменито, вообще, это байка Черчилля, да, говорят, что это был, вообще, Черчилль был человеком с огромным юмором, и о нем существуют десятки этих байок, но я расскажу о Ялтинской конференции, когда один из помощников Черчилля передал ему записку, Черчилль прочитал ее, сжег сигарой и передал ответную записку. Помощник прочитал эту ответную записку, разорвал на мелкие клочки, бросил в корзину для бумаг. Ну, понятно, что КГБ после заседания собрало там эти клочки и восстановили, что было написано. В записке было написано, не волнуйтесь, старый ястреб не выпадет из гнезда. Советские дешифровщики очень долго думали, что это означает, но так и не смогли, вообще-то, догадаться. Да, и спустя много лет, как говорит Хрущев, встретился с Черчиллем и спросил, а что это было, о чем была была переписка. И Черчилль сказал, видите ли, у меня просто расстегнула ширинка. И помощник предупредил меня, вот, и я его просто успокоил. К чему я рассказал эту байку? К тому, что иногда информацию не надо воспринимать буквально. Понимаете? Иногда банан, это просто банан, друзья мои. И иногда фейк, это просто фейк. Даже если он очень-очень похож на правду. Ну, вот на этом... Главное, знаете, не надо лишний раз беспокоиться. Старый ястреб не выпадет из гнезда. Сто процентов. Друзья мои, отличная неделя вам. Победим обязательно, приближаем победу. Держитесь все. До следующей недели. Спасибо, Михаил. Спасибо большое. Спасибо.